Всем привет! С вами снова Евгений Корсакин. В этом выпуске я поговорю на очень интересную тему. Чем опасно для покупателя вторички банкротство продавца? Выбирая квартиру, необходимо проверить, есть ли вероятность, что собственник будет объявлен банкротом. Как это сделать? Чем грозит банкротство после заключения сделки? Как себя обезопасить? На эти и другие вопросы отвечу я, юрист, эксперт по недвижке Евгений Корсакин. К сожалению, невозможно проверить будущие действия бывшего собственника. Если он наберет кредитов на сумму свыше 500 тысяч рублей и в течение трех месяцев не будет их оплачивать, то суд примет иск о его банкротстве. Поэтому в течение трех лет с момента продажи квартиры сделка может быть признана недействительной, и жилье пойдет в конкурсную массу, где новый собственник станет лишь одним из кредиторов. В реестр кредиторов новый собственник попадет на общих основаниях и получит деньги от продажи квартиры и другого имущества банкрота пропорционально. Тот факт, что жилье будет единственным для покупателя, также не поможет в этом процессе. Что такое банкротство физлица? Если должник не может вернуть долг, в частности не способен вносить регулярные платежи по кредиту, то он имеет право подать заявку на банкротство. Банкротиться можно с любой суммой долга, но нецелесообразно это делать, начиная с суммы, превышающей 250-300 тысяч рублей. Обязанность банкротиться возникает, когда сумма задолженно превышает 500 тысяч рублей, а просрочка выплаты долга свыше трех месяцев. Процедура банкротства длится около года, стоит от 100 тысяч рублей. Чаще всего юридические компании дают годовую рассрочку по оплате услуг. Банкрот лишается имущества, на торги выставляется недвижимость, кроме единственного жилья, транспорт, предметы роскоши и бизнес. На время банкротства у должника блокируются все банковские счета и карточки. К тому же нужно отдавать отчасть зарплаты в конкурсную массу кредиторам. После банкротства запрещается занимать руководящие должности в течение трех лет. Открывать ИП в течение пяти лет. А также можно забыть о новых кредитах. Их больше никто не даст. Какая сделка признается недействительной? Сделка с собственником, которого в течение трех лет после этой сделки суд объявляет банкротом, почти всегда признается недействительной. Будьте внимательны, если была совершена между родственниками, а также если была проведена по заниженной стоимости. Однако, если продавец купил себе другое жилье, то сделку не оспорят. Как обезопасить себя? Можно посоветовать приобретать квартиру в новостройке, тогда этот же риск исключается. Также уменьшается риск при покупке квартиры в ипотеку. Банк проверяет продавца и при его плохой репутации кредит не одобрит. Но вообще надо смотреть на личность того, кто продает жилье. Солидный человек, занимающий хорошую должность, вряд ли наберет кредитов и обанкротится. Есть еще вариант. Можно сделать титульное страхование, то есть страхование от потери права собственности. Однако здесь надо изучать правила. Выяснить, считается ли банкротство страховым случаем. И важный момент. Страховая компания откажет в выплате, если будет доказано мошенничество. Как проверить, проходит ли продавец процедуру банкротства в момент сделки? Информация о банкротстве публичная. Она представлена в открытом доступе на сайте ЕФРСП. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. И в картотеке арбитражных дел также юристы проверяют базу судебных приставов по исполнительным производствам. Следует понимать, что любые сделки продавца, находящегося в процессе банкротства, незаконны. Если не получено согласие финансово-управляющего, в последнем случае сделки возможны. Если затем деньги поступают в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов, при отсутствии согласия финансово-управляющего, процедура будет оспорена. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду стараться готовить для вас новые юридические темы. Всем пока!